В первую очередь я бы хотела сказать вам спасибо, что вы согласились на это интервью. И, естественно, мой первый вопрос будет о том, как зародилась идея этого бизнеса, с чего вы начинали и вообще, почему вы решили здесь? Ну, началось все с одной маленькой инвестиции, которая была в Слава Америки. Приехав до моря на каникулы, взял с собой эту игру. И по тем временам надо было носить с собой ящик. Коллеги были в основном англичанинами, они считаются самыми виновными, винными, с новыми, реально. И я тогда ничего не понимал о том, ничего не знал, что Молдова – виденная страна, а как должно быть вино – ничего не знал. И вечером, естественно, с компанией, с англичанами, как-то любит только вино, а именно так, дипломатично, как могут быть англичанин, сказать, всё. Меня это задело. Реально, меня это задело. И я начал дегустрировать вино. Понять, что должно быть в вине такого, чтобы оно было хорошее. И медленно, медленно, через два года мне как-то родилась уже идея – пойду учиться на это дело. Ну, в итоге так получилось, что этот центр стал семейным. Ну, правильно. Я приехал домой в 2002 году. Купил землю. Часть ареновал. Посадили виноградники. Производили виноград три года. У нас не было своего завода, так скажем. Две завода мы начали строить в 2007 году. И в 2009 году мы, в принципе, уже закончили и получили лицензию. По тем временам было лицензия. И потому, что у нас не было финансов. Одно количество винограда мы перерабатывали, другое количество винограда мы продавали другими заводами. В основном мы продали весь виноград. А часть винограда мы вернули себе. Это было первые три тысячи бутылок, вернули тысячи карты. Это была визитная карточка, с которой мы когда-то начали. Давайте поговорим о ролях, которые вы исполняете в своем бизнесе. Насколько я понимаю, у вас где-то разные публичности. И, допустим, больше, меньше. И какие, скажем так, ветви вы взяли в винограднице? Ну, я на себя взял логистику, подвижение винное, находку новых клиентов, новые страны. И я обычно больше живу по всем этим выставкам, веревинные выставки. Знаете, как любая именно компания, любая виноделка, она всегда ищет больше клиентов в новых рынках. У нас сейчас линейка вина, да, и сколько в килограмм вы поставили в год? Мы начали с 3 тысяч, потом 7 тысяч, тут 10 тысяч, в зависимости от года. У нас две линейки. Одна select, так скажем так. Вторая линейка — это премиум. То, что мы хотим делать, немножко изменить менталитет людей. У нас длинная сторона считается вторая. Могритивная культура. Да, в последнее время она растет. Национальный офис «Вина и Виноградовство» организовала поездку в Америку с помощью посольства США для продвижения нашего ивента. В этой презентации мы были в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Мы, так скажу, успешны, потому что после этих презентаций, когда мы были, даже попали на Fox News. И там очень такая интересная программа, где прямо в прямом эфире дегустируют вина и рассказывают, например, новые вина в Молдавии, в Палинове, в Минтанске. Я желаю Вам успехов, и чтобы дальше то, чем мы занимались, продолжало мы с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok